ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Головный символ Нового года. Лязгасы рыхтуются до продажи живые елки и хвои. Юрьевский карагод. Полецкий народный обряд пополнил спис нематериальной культурной спадщины ЮНЕСКО. А зараз об этом и иншим больше подробязным. Поспехи белорусской охоты здоровья и проблемы, которые нужно выращать. Президент Александр Лукашенко сегодня встретился со студентами и выкладчиками Белорусского государственного медуниверситета. БДМУ – ведущая медицинская война Украины, признанная на международном узровне, разом с иншими университетами, головный поставщик кадров для всех галин сучасной медицины. Украина научается свыше 20 тысяч студентов-медиков. И объем экспорта адекватных послуг складает треть от всех по краям. Одна из проблем, которую вздымают выпускники, это высокий узровень теоретичной подрыхтолки и недостатковое володание практичными навыками будущей профессии. Керамин Державы нагадал об умоцовании материальной базы университетов. Я неоднократно говорил о необходимости интеграции образования, науки и практической деятельности. За рубежом данная проблема решена созданием университетских клиник. Их высокую эффективность подтверждает опыт многих западноевропейских государств. По моему поручению, Министерством здравоохранения отрабатывает пилотный проект по созданию университетской клиники на базе Гродненской областной клинической больницы. Мы рассчитываем, что создание нового формата кооперации медицинской практики и образования поможет обеспечить более активное участие практикующих врачей в образовательном процессе и эффективно использовать потенциал преподавателей университетов. Если мы убедились, что этим путем идет весь мир, давайте четко себе поставим задачу. Создать базовые вот эти клиники для вузов в течение, допустим, двух-трех лет. Мы, может, не успеем за три года. Это надо посчитать, то и поручение правительству и министру. Ну, сделаем за четыре года. Но перед нами будет стоять цель. И это важно. Это для всех вас важно сейчас ставить перед собой цели. Об кадрах и дефиците специалистов Гутерка зашла так само и до встречи в Великой зале. Президент подчинялся развитием медуниверситета, успехами и проблемами. А так само задал вопрос, как выполняется доручение по повышению заработной платы и обеспечению жильем медицинских работников. Анализ ситуации в таких сферах, как эдукация, ховы здоровья, спорт, показал заклопоченность многих жильевым вопросом. Ваши поручения по повышению зарплаты в 20% в 2020 году и в два раза к 25-му, а также поручения данных, правленных по снабжению медикам с жильем, позволят все-таки еще больше повысить закрепленность кадров на рабочих местах и будут эти показатели держать на безопасном для системы уровне. Давайте договоримся так. Если у нас есть проблемы, малые, большие, в зависимости от этого, по каким-то сферам и направлениям с кадрами, образование, здравоохранение, спорт, культура и так далее, надо внести, правительство рассмотреть и внести предложение по обеспечению, прежде всего, врачей жильем. Мы провели свои исследования и мы видим, что с большим отрывом на первом месте озабоченность и желание у врачей, учителей и других жильев. Вот это должно железно быть доведено и исполнено уже с будущего года. Спасибо. Тем, кому выделили арендное жилье, ни один специалист не уволится. За 8 лет они работают с жальщиками. Слушайте, вот то, что выезжают, вы говорите, в этом я уже проанализировал. В этом еще и большая ценность. Они же у нас сидят, говорят же правильно, хорошо там, где нас нема. Поэтому, вот знаете, психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим, ну давайте поезжайте, попробуйте. Это остудило их. Но объективно то, что врач особенно, от которого мы требуем такой, знаете, работы, самодачи там и так далее, чтобы он спасал людей, он не может жить на улице. Это особая профессия. То же самое учитель. А что взамен? Поэтому главное для людей – это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет эта проблема с оттоком специалистов. Люди должны понимать, и врачи в том числе, что сразу за один год не решим. Ну решим за три, за пять лет. Но люди будут понимать, что через три года они получат жилье. Развитие сетки межрегиональных высококвалификованных центров – активное використание телемедицины, у яким направлением повинны развиваться республиканские НПЦ, якими повинны стать урачи агульной практики. Это и другие темы узнятые. Студенты, причем не только из Минска, активно задавали вопросы. Трансляцию со столицы бачили у Гродно, Витебску и Гомеле. На первый день профессийного свято, который будет означаться 22-го снежня, гомельские энергетики рассказали об своих достижениях и перспективах развития. Сегодня они запросили журналистов на ЦЭЦ-2, которая обеспечивает областный центр теплом и электроэнергии. Уражениями от убаченного поделятся наши корреспонденты. Гомельская ЦЭЦ-2 – одна из самых молодых станций в Беларуси. Первый энергоблок тут увели в эксплуатацию в 1986 году, причем до терминова. Необходно было худко компенсовать недохоп энергии, который утворился после аварии на ЧЭС. Сегодня на ЦЭЦ-2, которая является филиалом республиканского унитарного предприемства «Гомель Энерго», отрымливают полову электричной энергии, что выпрасовывается у регионе. И треть – тепловой. При этом тут постоянно ведется модернизация вытворчасти, что дозволяет зарабить технологичный процесс больше рентабельным. Замену выключателей в этих распределительных устройствах маломасленных на современные выключатели вакуумные, которые не содержат трансформаторного масла, являются пожарно-безопасными. Также определенная долговечность более высокая у них, ресурс высокий и меньше затрат на их техническое обслуживание. Только в этом году на ЦЭЦ-2 зэкономили омаль 26 тысяч тонн умовного палева. Для приклада, если разместить его в стандартных цистернах, то состав растягнется больше, как на 5 километров. Одночасово зэкономить ресурсов, значная увага на станции надается экологичной складающей. Наша станция одна из первых внедрила в городе Гомеле систему непрерывного контроля выбросов в атмосферу. И в режиме онлайн эти все выбросы контролируются непрерывно на компьютере. И мы следим за режимом своего оборудования. И расчет уже идет экологического налога по этой системе. То есть она является коммерческой. Головная задача ЦЭЦ-2 – забезпечение Гомеля теплой энергии. 75% тепла, что отримливает областный центр, выпрацовывается мінавито тут. При гетам иснуючие могутности дозволяются эффективно выполнять эту задачу при любых отмолвных температурах поветра. А праша таго тут сэправды профессийные кадры. Правда, худка зарабить карьеру на ЦЭЦ не отримается. Навыд выпускники ВНУ починают с рабочих специальностей. Такий шлях у свой час прайшли практически усе сучасные керавники предприемства. Дарыч и таки показчик, як цякую часть кадров на станции не превышает 0,04%. Основной поставщик – это сухого. Подготовка на уровне. Но единственное, у нас нет возможности их поставить сразу на какие-то инженерные должности, либо мастером, либо инженером и так далее. Они проходят ступеньки, начиная с электромонтера, электрослесаря, либо машиниста-обходчика турбинного, либо котельного оборудования с последующим ростом. Но вот эти кадры – это именно эксплуатация. Им надо высшее образование. Завтрашние они будут реально и специалистами на уровне цеха, но и специалистами высшего уровня. Если в нас взять, практически начиная от директора, заканчивая начальником отдела цехов – это выходцы с эксплуатацией. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Промые телефонные линии с представниками мясовой улады пройдусь 14-го Снежня. На питание же хоров нашего региона откажет старшиня Гомельского облого конкама Геннадь Соловей. Завязаться с ним можно будет по номеру 33-12-37. Так само в эту субботу промую линию проведет наместник старшиня Гомельского облого конкама Сергей Андреев. Телефон для связи 51-45-58. Промые линии будут працавать, як звычайно, с 9 до 12 годин. Сегодня у Гомеля отзнашили удельников и узнагородили пираморцев областного конкурса патриотичного выхования «Спадчина». Творшее споборнество селета проводили у сём раз, однако по традиции у новым формате. Оригинальные номинации, актуальная тематика и критерии выбору лепших. У нашим наступным сюжете. Что год, организаторы конкурса проводят его в разных форматах. Говорят, как поддерживать, цикавость и давать махчим и втюдельникам выказаться на разные темы. На этот раз у Центра Увахи год Малой Радимы и 75-я годовина вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Наученцы и супрацовники установ профессийно-технической и среднеспециальной эдукации дослали на конкурс каля 450 работ. Это доследование, проекты, распроцовки по патриотичному выхованию молодежи, а так само верши, эссе, сочинения и фотографии. Это исследовательская работа, это фотографии, это сбор информации из банков Российской Федерации, Министерства обороны. Это я издала сборник стихов своего дедушки, собрала все его стихи, которые сохранились, вот, кулачки бумаги, газеты, страницы. Ведь герои моей малой родины это тоже герои, герои, ну, для своей земли. Члены жюри отзначают, с каждым годом у дельники рихтуются больше грунтовно и часом вызначить переможство становится непростой задачей. Напевно, по этой причине, селеты уручили одразу два гран-пры из шарих специальных узнагарод и подарунков. Так, Калинковицкий профессийно-аграрно-технический лицей отримал от Гомельского областного отделения Фонду Миру грошовый сертификат на сумму 500 рублей на развитие музейной справы. Вышедшую узнагароду конкурса специальный приз передали выкладчице Гомельского автомеханического колледжа Александра Адамович. И она так само стала стипендияткой новоутворенного фонду поддержки «Адурной молоди». Лучшие из лучших работ, они не просто отмечены, но они должны поощряться. Мы решили учредить с этого года свой специальный фонд для талантливой молодежи. И именно вот этого конкурса. В этом году это стал преподаватель. Вполне возможно, что в следующем году это станет ребенок, которому мы поможем продолжить его исследовательскую работу. Либо у него будет какое-то достоинное его продолжение. Если он пишет, то вполне возможно, мы ему поможем издать его стихи, либо сочинения, там что-то, будем оказывать свяческую помощь. Еще один гран-приз, акрональный твор, написанный для конкурсной номинации поэты и письменники наших джон, отрымала Виктория Шульга, наученка Гомельского профессионно-технического колледжа народных и мастерских промыслов. И по скриптумам церемонию загороджения стало уручение спецприза двум наученцам Светлогорского индустриального колледжа Владиславу Роговичу и Миките Карлову за их оригинальную презентацию конкурсного проекта. Евгения Кухаронак, Василия Сипцов, телерадо и компания Гомель. До Нового года засталося ледь более двух тыдня, подрыхтока до свято и где полным ходом. Однако многие семьи чекаются открытия елочных кермашов, как набыть живое древце и тогда распачать упрыгоживание дома. Наши коллеги высветлили, где можно купить новогоднюю елку и кольки она будет каштовать. На этой плантации Слободского лесниц вырастет несколько тысяч новогодних елок. Тые, что выше, будут сечены под каренчики и отправятся на елочные кермаши, которые, до речи, начнут спрацовать с 23-го снежня. Вырастить полтора метровую елку – процесс доволи працаемки. По-перше, потребен час. В середнем семь годов. По-друге, постоянные клопот и догляд. Каб новогодняя деревца выросла прыгожим, ему необходимо светло. И в той же час елка не любит спякоту. А еще потребна регулярная прополка и подкормка минералами. Шлях дерева до елочного кермашу – сопровождение простый. В этом сезоне на реализацию плануются отправить больше за полторы тысячи новогодних пригожунь. Это елка и хвоя. Частка зых – укатках. Экологичный тренд. Головный символ свято – сострения Новый год у куватеры, а после вернется уродная сяродзе. Мозырский опытный лесхоз ежегодно предлагает для населения новогоднее дерево. Это и ель, и сосна обыкновенная. Несколько лет подряд мы уже предлагаем дерево новогоднее в катке. Кроме новогодних дерев, Мозырский лесгаз пропонует святочные яловые букеты. Попыт на такого роду продукцию традиционно повышается у опошнятый день года. До речи, у лесгаза нагадывают – незаконная высечка карается штрафом. Лес обсталеванный фотопастками, а лесная варта постоянно патрулюет территорию. До речи, у опошнятые годы вернулася мода на штучные елки. Искусственная обязательно. Почему искусственная? Ну, потому что живую жалко. Буду стать искусственной. А почему? Потому что лес беречь нужно. Живую. И на улице. Мы живем в деревне. Потому что живая все-таки живая, искусственная это искусственная. Всю жизнь ставили. Ну, вот не знаю, еще не искусственную, наверное, потому что как-то в этом году, наверное, не выйдет. Живые елки тонней у середнем новогодняя древа будет каштовать коля 10 рублей. Зато я штучные пригожунь не послужить некальки годов. Вероника Хамзюкова, припотримцы телеканала Мазыр. Спис нематериальной культурной спарчины ЮНЕСКО пополнил еще один белорусский брат – Полесский Юрьевский Карагод. Такое решение было принято на 14-й сессии Межурадового комитета по охове нематериальной культурной спарчины ЮНЕСКО, якая проходит у Колумбии. Юрьевский Карагод, неколи распаусюдженный на усею Туровщине, сегодня заховался только у везцы по гост Житковицкого района. Мясовые жихары выконываются его весной, у День Святого Юрия. Ей он лечится заступникам хатних живел и сельской господарки. По традиции, именно в этот день, у першиню после зимы, на поле выводят живелу. У Юрьевским Карагодзе есть место выпеканью каравая, малевничим ручникам и святочные вечеры. Мясовые жихары верят, что брат спрыяет доброму ураджаю. В образы белорусских жанчин праскалендарные абрады представила фотовыстава у Гомеле. Экспозиция «Белорусские прыгажуни» фото-журналиста Альфреда Микуса открылась у Музея истории города. Выстава присвечена роли жанчины у традиционной белорусской культуры – абрадовой и бытовой. У ее вайшли 40 фоторабот. У основных – портреты, але есть и репортажные сдымки. Каб взловить этой счастливой усмешки, фотограф проехал не одну сотню километров. Отдалившись от городской метусни, ему удалось знайсти своих героинь. Последние годы меня очень заинтересовала тема сохранения нашей аутентичной Белоруссии. И я много езжу и работаю по Гомельскому полесью, по Витебской области, по Гродненским достопримечательностям. Меня интересует именно Белоруссия аутентичная, народная, настоящая. Альфред Микус каже, что сдымает только те и абрады, в силу которых верят их выканавцы. Миновата так, по меркованиях аутера, традиции протягивают життю, а местами ее узнавляют страчанное. Этот фотопроект показывает, что наши национальные абрады и ритуалы все еще живые и по раннейшему могут зачаровывать и привабливать. Многие фотоздымки аутера вайшли в друкованные альбомы и книги, присвеченные белорусской традиционной культурой. Хоккейсты Гомеля пропонуют болельщикам зладить перед новогодней цацкопад. Доброченная акция отбудется на опошнем в 2019 году домашнем матче хоккейного клуба Гомель 28-го Снежня. Сустреча Гомеля юнацтва начнется о 13-й године. Принять уделу акции может любой жадающий. С собой можно принести необмежованную колькость мягких цацок, которые после финальной сирены матчу по команде судей-информатора треба закинуть с трибун на лед. Перед матчем у холи другого поверха лядового палаца для наведвальников будет организована культурно-забавляльная программа с гульнями и сюрпризами. Усе собранные подчас акции цацки, хоккейсты Гомеля и волонтеры от Рада «Открытое сердце» передадутся у социальные установы Гомеля. Гэты и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен и дякую за увагу и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Смертельный пожар произошел в Житковическом районе сегодня в 3 часа ночи. Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. На кровати работники МЧС обнаружили тело хозяина без признаков жизни. Огонь уничтожил кровлю дома и повредил имущество. Основная версия причины пожара – неоздорожное обращение с огнем при курении. Пробыл на свободе 5 дней и взялся за старое. В Житковичах оперуполномоченные уголовного розыска поймали дачного вора. Капитаны милиции Юрий Молочка и Александр Некрашевич остановили волну краж в товариществе «Скрепица». Первое сообщение поступило 7 декабря. Преступник разбивал окна и выносил ценности, которые первыми попадались под руку. В результате оперативных действий выяснилось, что нарушитель – 23-летний житель деревни Запесочья. Он сознался в преступлениях и выдал похищенное у мужчины 8 судимостей. 2 декабря он освободился из исправительного учреждения. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля проводят проверку по факту хищения велосипеда. Неизвестный угнал его 8 декабря примерно в 13.25 вблизи дома номер 2 по улице Пролетарской. Если вы узнали человека на этих снимках, правоохранители просят сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Пограничная группа информирует о том, что под Гомелем пройдут боевые стрельбы. Тренироваться сотрудники будут в декабре с 16 по 20 и 23 числа в районе населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщовка. В целях исключения несчастных случаев рекомендуется не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности. Следователь по особо важным делам Управления Следственного комитета по Гомельской области Виктор Пикус ликвидировал возгорание в детской поликлинике. В субботу он привез на прием к врачу свою трехлетнюю дочь. Во время ожидания мужчина услышал, что женщина-медработник просит вызвать МЧС в связи с начавшимся пожаром. Сотрудник Следственного комитета решил разведать обстановку и на втором этаже в задымленном коридоре обнаружил возгорание потолочного покрытия. Следователь справился с пожаром при помощи огнетушителя до приезда спасателей. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня в санатории «Золотые пески» под Гомелем стартовал седьмой международный турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Леонида Макаревича. Участие в состязаниях принимают юные баскетболисты из Беларуси и России. Леонид Макаревич знаковая фигура не только для Гомельского, но и для всего белорусского баскетбола. Тренерской работе Леонид Николаевич отдал 55 лет. Его воспитанники блистали как на внутренней, так и на международной аренах. Наставник воспитал не одно поколение баскетболистов. Это то, о чем я мечтаю, чтобы эти дети подросли. Они занимаются баскетболом, они занимаются лучшей игрой спортивной с бичом. Мне очень хотелось бы, чтобы эти дети достигли всего не только в спорте, но и в жизни. Потому что всегда, как говорил отец, надо быть хорошим человеком. Ты можешь стать спортсменом, сильным, но ты должен стать еще и хорошим человеком. У него это получалось, я надеюсь, что и у дынешнего поколения тренеров игроков тоже получится чего-то добиться и в баскетболе, и в жизни. Награды мемориала Леонида Макаревича оспаривают команды юношей 2006 года рождения и моложе. Всего 8 коллективов из Белоруссии и России. Итоги турнира пойдут командам в зачет чемпионата Славянской баскетбольной лиги. Кстати, лига, имеющая гомельские корни за 16 сезонов своего существования, успела завоевать авторитет во многих странах. Сезон очень насыщенный, команд очень много. Популярность набирает тем, что младший возраст нахватом практически и нигде соревнований в России мало проводится. Мы рады, потому что наши дети, не выезжавшие никуда, не тратившие на большой креста денег, могут играть сегодня здесь на месте селитными клубами и командами разного уровня, разными школами. Мы учимся, набираемся опыта и в перспективе надеемся, что эти дети потом пополнят команды нашей высшей лиги. Победители и призеры турнира памяти Леонида Макаревича станут известны 15 декабря. Команда Гомельской области стала победителем в финале проекта «300 талантов для королевы». Детский легкоатлетический форум прошел в Минске. В финале приняли участие 300 детей со всей страны. Ученики 2-4 классов состязались в различных легкоатлетических дисциплинах. В итоговом протоколе гомельчане сумели обойти прошлогодних победителей и сборную Гродненской области. Замкнули тройку сильнейших школьники из Минска. Главная цель фестиваля «300 талантов для королевы» популяризации легкой атлетики и поиск талантливых детей. Мини-футбольный вечер в Гомеле. Завтра в РЗ и БЧ проведут первые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси. Обе встречи пройдут на арене спорткомплекса «Локомотив». В 14.00 на паркет выйдут железнодорожники. Соперник Гродненский УВД «Динамо». В 16.30 начнется противостояние ВРЗ и столичного «Динамо» БНТУ. Параллельно во дворце игровых видов спорта развернутся баталии женского чемпионата Беларуси по гандболу. Гомель ждет в гости принципиального соперника БНТУ «БелАЗ». Это второй поединок лидеров белорусского клубного женского гандбола. В первом круге гомельчанки одолели минчанок на их паркете. Вторая игра главного противостояния чемпионата стартует завтра в 17.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...